привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет выпуск посвященный поддержанию физической формы вы знаете что на лодке это всегда большая проблема потому что вы ограничены в движении у вас присутствует постоянная гиподинамия поэтому как держать физическую форму на лодке сегодня мы будем вам и рассказывать и в конце будем делать тренажер на котором наверное можно заниматься погнали для того чтобы поддерживать руки в порядке есть такое упражнение как брусья вот собственно этот вход и есть наши импровизированные брусья так как лодка все время находится в движении то есть в качке это вносит некоторое разнообразие в упражнении и если качка достаточно большая то в принципе очень немного раз получается это все сделать если лодка идет даже вот сейчас мы стоим она стоит ровно это как бы мелочи но даже если это длинные переходы тогда лодка идет под углом если есть угол значит тогда мы делаем отжимания несколько раз в одну сторону потом разворачиваемся и делаем отжимания в другую сторону а выглядит это вот следующим образом если нужно развернуться просто разворачивайтесь и делайте это в другую сторону упражнение номер раз далее когда присутствует постоянная гиподинамия то есть отсутствие движения нужно разгонять кровь по телу для этих целей есть упражнение приседания лучше всего его делать на мой взгляд возле мачты это удобнее и можно всегда выбрать угол будет снизу по крену сверху по крену или сбоку и как угодно ну что а теперь переходим к приседаниям вот именно так в день нужно сделать наверное раз 300 400 тогда можно говорить о том что кровь будет нормально разгоняться по телу но это на самом деле несложно 100 приседаний сделать без проблем а три раза по 100 в течение дня особенно в переходе когда нет нечем особенно заниматься я думаю что это вполне реально сделать поехали дальше отжимания на лодке отжимания особенный тем что лодка постоянно находится в движении и опять же если вы идете под креном то можно менять угол либо головой вниз либо лит ногами вверх или наоборот как угодно а если лодка просто стоит на якоре она в любом случае покачивается количество отжиманий каждый делает для себя как посчитает нужным но я делаю например в обычном нормальном режиме три по пятьдесят в таком ну чтобы просто держать себя в тонусе короче вот таким вот образом три по пятьдесят нормально тело держится постоянно в нормальном тонусе далее идет пресс можно пресс делать вот так же просто находясь на палубе но я предпочитаю усложненный вариант и мы переходим к TRX TRX это петли если интересно это tension release exercises то есть вы можете посмотреть в интернете вообще что это такое но вкратце это вот такие петли у которых есть регулировки по длине и прикол их в том что допустим если вы делаете отжимания и вы находитесь в петлях руками то петли мало того что они вот каждая отдельно гуляет как угодно так еще они ездят вот так вот то есть они не держатся вверху в каком-то месте то есть они достаточно подвижны но для тех людей которые уже ну переходят на какой-то там следующий уровень можно заниматься тюнингом TRX и тюнинг у нас следующий по яхте надо в верхние точки самих петель мы поставили дополнительный блок и веревочку то есть как вы понимаете яхта болтается и вот в этом месте будут веревки в любом случае ездить поэтому здесь все совсем не просто вешаем на обычный фал и далее покажу несколько упражнений собственно на TRX ну что петли повешенные на мачту а теперь давайте запустим приложение и разберемся какие упражнения мы делаем а какие нет то есть свою программу то я конечно знаю мне для этого application не нужен но есть неплохая программка которая изначально пользовался да и вообще для логирования того что вы делаете тоже вполне неплохо и так вот сама оплекуха называется virtual trainer то есть я на самом деле перебрал достаточно много но вот на это я становился она мне больше всего понравилось прикольно просто выбираешь себе упражнения которые нужны накидываешь их себе в тренировочный лист и пошел заниматься ну что давайте попробуем ну вот допустим берем упражнения которые вот здесь вот списочек ну и первое допустим упражнение на пресс то есть выбираем упражнение вот мы его выбрали нажимаем затем мы берем и просто повторяем то что увидели первое упражнение для пресса мы будем складываться пополам далее когда пресс уже подзабит переходим к упражненному варианту последний самый простой это подтягивание колен к животу но бегом а лезем в оплекуху и выбираем упражнение отжимания эти петли они очень нестабильная в момент отжимания то есть у вас руки болтают и мало того они еще и ходят вверх-вниз на качающейся лодке это вдвойне все прикольно происходит ну что вы скажете окей хорошо я приехал к друзьям на лодку где мне взять trx легко мы же яхтсмены давайте воспользуемся дендрофекальным способом конструирования и сделаем trx из говна и палок для того чтобы получился нормальный trx нам нужна любая труба это может быть водопроводная труба что угодно вот у нас есть кусок от бимини берем шкерт веревочку продеваем и завязываем просто обычный узел вот так вот из двух веревочек можно его сильно затягивать не затягивать вот у вас получилась вот такая вот рукоятка таких вот мы делаем две как вы понимаете берем блочок мы же яхтсмены как это мы без блочка продеваем основную веревку которой нам должен нам необходима длина где-то метра по два можно больше потому что это тот угол в котором вы будете собственно заниматься в блочке сверху шакель он будет закручен на фал и фалом вы будете регулировать высоту а эти края свободные мы должны будем привязать к рукояткам делается это очень просто раз узел два узел и затянули если вам не нравится этот узел вяжите обычный булинь но мне он нравится я его считаю надежным вот получилось одна сторона блочок ну и собственно вторая сторона будет привязана точно таким же незатейливым способом мне булинь в данном случае не нравится мне нравится этот надежный узел то есть раз два три готова переходим к испытаниям еще достаточно важный элемент поддержания себя в физической форме это бег но в рамках лодки это сделать естественно невозможно поэтому если есть возможность бегать находясь на берегу минимум три километра для того чтобы держать свое тело в более менее минимально физической форме которая позволит быть вам выносливым потому что в яхтинге проблема в том что вы находитесь постоянно без движения и когда вы начинаете активно активно сейлить например плохая погода вам нужна вот взрывная реакция а для этого вам нужна выносливость для того чтобы делать какие-то действия на протяжении долгого периода время например рулить в шторм вы постоянно находитесь в динамике и при этом стоя на месте это достаточно сложно поэтому бегать очень важно и еще одна процедура которая действительно важна для поддержания хорошей физической форме это в плавании как вы видите водные процедуры здесь достаточно доступны поэтому гребем и это и и и и и и и тренажерным залом на сегодня у нас все оставайтесь с нами подписывайтесь не забывайте ставить лайки и мы вам и дальше будем рассказывать какие-то интересные моменты из жизни на яхте до встречи и и